Это склад. Огромные стеллажи высотой 11 метров. Общая площадь – 6 футбольных полей, почти 20 тысяч наименований ассортимента. Рельеф-центр – крупнейшая компания дистрибуции товаров для офиса, учебы и творчества. Все системы здесь автоматизированы. Для рельеф-центра была разработана специальная программа интеллектуального управления складом, благодаря которой возможность ошибки при упаковке, хранении и транспортировке крайне мала. На рынке компания с 2000 года. За это время был пройден серьезный и интересный путь развития. От небольшой региональной фирмы до федерального магната с семью филиалами по всей стране. По словам директора Алексея Платонова, развивались постепенно, шаг за шагом. Использовали опыт передовых российских и зарубежных предприятий. Потом выстроили свою систему работы и логистики. И опыт теперь перенимают у них. Мы самая большая компания в России в дистрибьюции. Также развиваемся. У нас есть небольшой филиал в Восточной Европе. То есть мы развиваемся и в СНГ. У компании порядка 9 тысяч партнеров. Рельеф-центр имеет собственные торговые марки. Такие как Берлинга, Мультипульти, Артспейс, Офис Спейс, Гринвич Лайн, Делуччи и Офис Клин. Мы поставляем это важно во все регионы России на сегодняшний день. Ну и какое-то время назад, наверное, это было три года назад, мы начали уже активно осваивать соседние страны. И на сегодняшний день мы продаем почти во все страны бывшего СНГ. Но если говорить о такой хорошей представленности, то в хорошем нашем присутствии, то это, конечно, Белоруссия и Казахстан. Рельеф-центр – яркий пример государственно-частного партнерства. В 2013 году между региональным правительством и ООО «Логистик Групп», которая входит в состав компании, было заключено инвестиционное соглашение. Общий объем инвестиций составит почти 2 миллиарда рублей. Поддержка от государства будет осуществляться вплоть до 2026 года. Более того, рельеф-центр является одним из главных инвесторов строительства моногорода в поселке Лесную. В 2017 году было принято решение о создании территории, опережающего развитие именно там. В общем, планов по дальнейшему развитию собственного производства и импортозамечению концтоваров много. Глядя на путь компании, неудивительно, что у них все получается. Но несмотря на передовые технологии производства, внедрение новейших бизнес-идей, по словам директора Алексея Платонова, главное – это люди. На сегодняшний момент в компании работают более двух с половиной тысяч человек. Среди них Александр Цибульский. Он пришел сюда в 2007 году к кладовщиком-стажером. Сейчас уже руководитель управления. Сам считаю себя достаточно, в принципе, амбициозным, харизматичным. Плюс накладывается то стремление жить, развиваться. И мы идем параллельно вместе с нашей компанией. То есть я уверен в нее такие же амбиции – жить, расти и развиваться. Ирина Калякина тоже пришла в рельеф-центр обычным сотрудником отдела и стала его руководителем. Мы с рельеф-центром как бы развивались вместе, можно так сказать. Поэтому можно противопоставить некому своему другу, лучшему другу, другу детства. А вот Максим Иванов работает в компании чуть больше полугода, но его уже повысили до старшего специалиста по складским операциям. Компания мне очень понравилась. Я приходил сюда на практику год назад и запала в душу. Ну и как-то я сказал, что вернусь сюда. Ну и вернулся. Начал работать, хорошо работал и повысили. Рельеф-центр уверенно смотрит в будущее. Это яркий пример социально-ответственного бизнеса. Компания участвует в благотворительных и социальных проектах и значительно повышает инвестиционную привлекательность региона. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город».